Привет всем! Посмотрел тут очередной анонс второго сезона Westworld, и это послужило триггером для воспоминания о первом сезоне и навело на важную мысль. Вообще сериал получился добротный, крепкий, очень интересный, и там множество всяких острых и любопытных моментов, но вспоминая первый сезон одно конкретное место всплывает снова и снова и снова. И это место, где робот Маив, осознав, что ее воспоминания о дочери не настоящие, что они имплантированные, требует от техника удалить их из памяти, потому что они причиняют ей всякие неприятные переживания. А техник на пальцах объясняет ей, что это невозможно, потому что это воспоминание о ранней трагедии является ядром ее личности, и, собственно, вся остальная механика ее поведения строится вокруг этой травмы, несмотря на то, что эта травма искусственная, имплантированная, и в реальности ее никогда не было. Хотя в реальности, может быть, с ней были вещи и хуже, но она их не помнит, поэтому не вокруг них строится ее личность. Совершенно нетривиальная мысль, мне кажется, весьма ценная для анализа. До какой степени личность строится вокруг травм и трагедий? Как травмы и трагедии могут играть роль гештальта личности? Такой оси центральной, вокруг которой вращается все остальное. С одной стороны, это объяснимо, понятно и закономерно, и это в чем-то очень по-человечески, переживать травмы и трагедии подобным образом. С другой стороны, раз робот не может этот гештальт завершить никогда, я бы поставил, что продвинутого человека он не сможет переиграть. Человека, который сам строится вокруг тоже какого-то гештальта своей травмы или прошлого события, он переиграет легко. Но здесь у робота, судя по всему, встроенное ограничение, которое обойти невозможно никак вообще. И скорее всего, эта особенность сыграет еще не раз в сюжете. Для людей, как это ни странно, какая-то большая травма может нести скрытную выгоду, вторичную выгоду. И в этом может быть причина, почему человеку до некоторой степени выгодно держаться за такое переживание. Оно дает четкое чувство сознания, кто я, что я делаю в этом мире, в чем моя задача. И попытки завершить этот гештальт, закрыть его, могут и будут наталкиваться на сопротивление эго. Потому что эго обладает способностью самосохранения, самозащиты. Оно всегда стремится сохранить себя как есть. Такое сопротивление психологам хорошо известно, оно проявляется в процессе терапии, да и в повседневной жизни тоже. Чтобы измениться, нужно некое волевое решение от слоя психики, которая стоит выше, чем эго. Есть такой анекдот. Сколько нужно психологов, чтобы заменить сгоревшую лампочку? Ответ. Достаточно одного, если лампочка готова меняться. Так и есть. Но личность должна до такого преодолеть свой страх изменения. Потому что старая личность при этом как бы перестает существовать, и появляется некая новая личность. До некоторой степени общая с предыдущей, но в общем другая. А у этой новой личности другие интересы, другие задачи, ее волнуют другие проблемы, цели, которые ставились до того. И возможно, личность была где-то на пути достижения этих целей. Но эти цели вдруг становятся никому не нужными и бессмысленными. Это некое дополнительное, более глубокое осознание. Как Тайлер Дёрден говорил, ты — это не одежда, которую ты носишь. Ты — это не дом, в котором ты живешь. Ты — это не содержание твоего кошелька. Ты — это не та машина, которую ты водишь. Точно так же ты — это и не твои травмы, и не твое прошлое. Как это не парадоксально звучит. Потому что точно так же можно утверждать, что ты — это и есть твои травмы и твое прошлое. Здесь парадокс. Например, в художественной литературе часто используется тема мести. Особенно мести длинной, сложной, растянутой на годы по какому-то довольно сложному плану, начиная с графа Монте-Кристо и кончая половиной сегодняшнего кинематографа. Чем кончается Kill Bill? Истерикой. И нам не показано, что было дальше, но вполне возможно, что у героини будет экзистенциальный кризис. Потому что для чего жить дальше? Вполне возможно, она не знает. Она думает, возможно, что это будет дочь. Но это совсем не факт. Корейский олдбой. В общем-то, весь фильм про длинную линию мести. Сначала в одну сторону, потом в другую. И когда человек завершил свое месть, ему, в общем-то, просто незачем жить. Буквально. Герой — Жан Юмо. Человек настолько выстроил всю свою жизнь вокруг идеи мести, что у него даже имени нет. Хотя в самом конце он понимает, что такой подход ограничивает его как человека-духа. Он понимает бессмысленность того, что задумал, и просто передумывает. Но до такого осознания далеко не всем удается дойти в жизни. Особенно учитывая цену, которую он в итоге заплатил. Бывают варианты и помягче. Кто еще помнит фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»? Там молодая девушка-героиня никогда не бывала в пресловутом монастыре, но имеет очень жесткое мнение по поводу того, кто эти люди, которые там живут, и как к ним нужно относиться. И это мнение, которое она полностью переняла у своей преподавательницы. Мастер из монастыря пытается ее уговорить где-то в середине фильма, но девушка сопротивляется по тому же самому механизму, потому что такой гештальт внутри дает простое легкое объяснение, которое позволяет быстро сортировать людей, события, ценности. Сортировать не задумываясь. Ты оттуда, а там все плохие. Точка. Кончается все плохо, если вы помните. В итоге она понимает, что была неправа, но к этому моменту уже слишком поздно. Эта лампочка была не готова меняться. Вот чем опасно, когда мать очерняет отца ребенка или всех мужчин вообще. Это ведет к разным последствиям для мальчиков и для девочек, но в обоих случаях последствия довольно печальные. Ребенок, как правило, не в состоянии критически воспринимать то, что говорит мама. Мама — это воплощение истины в последней инстанции. А к моменту, когда ребенок способен осознать ограниченность мнения мамы, возможно, к этому моменту ребенку уже лет 30, и его собственная жизнь уже надломлена или вообще сломана. Мужчины в этом смысле не сильно лучше. Любой, кто говорит «все бабы то-то», в общем-то делает то же самое. Простой ответ на сложный вопрос. С одной стороны, это делает принятие решений очень простым и быстрым. С другой стороны, делит мир на черное и белое, и таким образом очень сильно ограничивает горизонты развития. Одинаково опасно, как девочки, которые думают, что все мужики — то-то, что мальчики, которые думают, что все бабы — то-то. Так что, одно из важных направлений саморазвития состоит в том, чтобы уметь разотождествляться со своими травмами и даже в чем-то со своим прошлым. Вот на какую мысль навел меня робот из Westworld. Желаю всем поменьше травм и силой смелости их отпустить. Разотождествиться с ними. Удачи! Разотождествия следует... Продолжение следует...